Кара Караев Игре на фортепиано Кара Бульфасович обучался в музыкальном техникуме, композиции в Бакинской консерватории, а основу народной музыки у самого Узира Гаджибейли, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана. Именно Узирбек ввел Кара Караева в тайны родного фольклора – варшукское и мугамное искусство. Своё музыкальное мастерство молодой композитор совершенствовал в Московской консерватории у Дмитрия Шостаковича, который стал не только учителем, но и близким другом Кара Караева. И вместе с Сергеем Прокофьевым оказал огромное влияние на творчество молодого азербайджанского композитора. Деятельность Кара Караева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Героикой драматизм, трагизм и патетика, фантастика и гротеск – всё было одинаково подвластно композитору. Практически во всех произведениях Кара Караева нашли отражение национальные корни и интонации. Безграничной была любовь его к родному краю. Музой композитора был Баку – город, в котором соединились традиции Востока и Запада, как и в творчестве самого Кара Караева. «Для меня Баку – самый прекрасный город в мире», – говорил Кара Абульфасович. «Каждое утро, когда город просыпается, неважно, в солнечный, дождливый или туманный день, каждое утро мой город поёт». «Стого пройдена дорога, славен путь пройдённый, перед Баку покорный лёг, перед Баку покорный лёг, просьми побеждённый». Композиторскую деятельность Кара Караев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана. Он был художественным руководителем симфонического оркестра Бакинской филармонии, преподавателем Бакинской консерватории, членом Союза композиторов СССР и председателем его азербайджанского отделения. В 1959 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР. Кара Караев живёт в музыке уже несколько десятилетий. Лауреатом Геннадской премии, лауреатом государственных премий, депутатом Верховного совета СССР, академиком... Это всё сопутствующие какие-то вещи. Видимо, не самое главное. Если, когда ты творишь, уже предполагать те награды, которые тебя за это ждут, пожалуй, ничего не сочинишь. Прекрасное самобытное искусство Кара Караева получило признание как в Азербайджане, так и далеко за его пределами. Произведения композитора занимают почётное место в репертуаре лучших мировых оркестров. На сценах театров России, Больши, Германии, Румынии, Франции, Соединённых Штатов Америки, Болгарии исполняются его балеты. В концертных залах многих стран мира звучат его симфонические и камерно-инструментальные произведения. Все они заслуженно вошли в фонд мировой музыкальной классики. Кара Караев открыл своим творчеством новые страницы в музыкальной культуре Азербайджана. Его произведения стали образцами, на которых сегодня учатся молодые композиторы. Он нашёл свой стиль и создал свою школу в музыке. Школу, насчитывающую многих последователей. Большой художник, учёный и педагог Кара Караев воспитал несколько поколений композиторов, продолжающих сегодня традиции его творчества. Самая большая трудность для человека, который относерьёзно, это найти свой путь, свой почерк. То, что органично связано с твоей натурой, взглядом на жизнь.